Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, четырехкратный чемпион мира, член залов славы в Торонто и ИИХФ, а теперь он тренер, заставивший восхищаться своим торпедо на каждом матче, собирающем аншлаг. Игровая карьера Игоря Ларионова, растянувшаяся без малого на 30 лет, не была устлана розами. Но благодаря несгибаемому характеру, мастерству и интеллекту, он добился успехов и признания по обе стороны океана. С СССР и сборной Советского Союза Ларионов оставался в тени своих партнеров – защитника Вячеслава Фетисова, Сергея Макарова и Владимира Крутова – сильнейших крайних нападающих мира 80-х. Их не единожды признавали лучшими на чемпионатах мира. Ларионова ни разу. Его вместе с ними, а также с Фетисовым и Алексеем Касатоновым включали в символическую сборную звезд планетарных первенств. Да и забивал Ларионов меньше Макарова и Крутова. Для понимания, за сборную у Игоря Николаевича 36 шайб в 103 матчах, у Сергея Михайловича 83 в 145 играх, у Владимира Евгеньевича 73 в 112. Однако все это не помешало профессору сделать самую яркую карьеру в НХЛ. К слову, профессором Ларионова стали называть с подачи капитана ЦСКА и сборной Фетисова. Не только за то, что он носил очки, но и за мудрые и смелые поступки, оригинальное мнение на многие вещи. Близорукость, кстати, не помешала Игорю быть первоклассным плеймейкером, хотя на лед он выходил без очков и не носил контактные линзы. В детстве Ларионов болел за Спартак. Его кумиром был центр-форвард красно-белых Владимир Шадрин, герой суперсерии 72 и олимпийского Инсбрука 76. Не мог похвастать катанием, зато поле видел с закрытыми глазами, при этом выполняя черновую работу за себя и за того парня, своего звездного партнера по звену Александра Якушева. Мечта Ларионова примерить красно-белую форму осталась несбыточной. После дебюта в сборной 20-летнему форварду Воскресенского Химика, двукратному чемпиону мира среди молодежи, недвусмысленно дали понять, что путь в главную команду страны лежит через ЦСКА. Премьера тройки Макаров-Ларионов-Крутов состоялась в матче против второй сборной Финляндии в преддверии чемпионата мира 1981 года. Но в Швецию тренер Виктор Тихонов взять дебютанта не рискнул. Ларионова заменил опытный и титулованный Владимир Петров, который высоко задранную планку не уронил, а после мирового первенства покинул ЦСКА. Игорь сделал правильные выводы из бана и написал заявление в армию. И летом с новой командой завоевал Кубок Европейских Чемпионов и готовился к Кубку Канады 1981 года. Сотрясение мозга Крутова могло закрыть ему дорогу на супертурнир с участием лучших хоккеистов мира. В трех контрольных матчах в Финляндии и Швеции его в тройки Ларионова заменил Валерий Харламов. Как работала новая связка мало кто знает, так как эти игры у нас в стране не показывали, но в любом случае Крутов успел восстановиться и отправиться на Кубок Канады. А Харламова отцепили. На Кубке Канады Ларионову удался последний матч. В финале Владислав Третьяк полтора периода держал нашу команду в игре, отражая яростные атаки кленовых листьев. Но один вратарь в поле не воин. Для победы нужны голы. Почин в матче сделал Ларионов, а потом забросил еще одну шайбу. Также отличился Крутов, забивший гол в меньшинстве, после которого хозяева выбросили белый флаг 1-8. Кстати, в меньшинстве, как правило, выходили Макаров и Крутов, а не центр-форвард их звена. Улетая в Ванкувер в 1989, Игорь Ларионов был уверен, что этот трехлетний контракт станет последним в его карьере, но ошибся. Впереди ждала очень долгая и в основном успешная карьера. Тот самый гол в третьем овертайме третьего матча финала Кубка Стэнли 2002-го сделал Ларионова рекордсменом НХЛ. Он забил его в 41 год 187 дней и стал самым пожилым игроком лиги, кому это удалось в финале. Через 9 лет его рекорд побил Марк Рекки, но для российских хоккеистов он остается непревзойденным до сих пор. Кто-то называет Ларионова односторонним нападающим, чурающимся черновой работы. «Это не так», — заявляю, как центральный нападающий, — опровергает это мнение Вячеслав Быков, игравший с Ларионовым в ЦСКА и сборной. Игорь — настоящий атлет. Благодаря чтению игры был силен в отборе, правда, отбирать ему редко приходилось, как и вести силовую борьбу. Ведь это звено почти все время владело шайбой, а соперники ломали голову, как ее вернуть. Ребята играли в пятером в атаке и в пятером в обороне. Какая-то фантастическая взаимозаменяемость. На Кубке Канады 1984 года тройку КЛМ и примкнувшего к ней Александра Кожевникова пригласил к себе домой Уэйн Грецкий. Познакомил с отцом и невестой. Великий, к тому времени завоевавший только один из своих четырех Кубков Стэнли, высоко оценивал творчество лучших советских хоккеистов. Они еще раз сошлись лицом к лицу в финале Кубка Канады в 1988-м. Три матча красной машины с кленовыми Фетисов назвал лучшим хоккеем в 20-м веке. А ведь Ларионов мог и не сыграть на том супертурнире. После осечки на чемпионате мира в Праге, где красная машина довольствовалась бронзовыми медалями, профессора сделали невыездным. Его не выпускали за границу. Впоследствии Тихонов рассказал, что к Ларионову имелись серьезные вопросы у КГБ. Даже влиятельный тренер был не в состоянии помочь своему лучшему плеймейкеру. В новогодней серии против клубов НХЛ Ларионова заменил спартаковец Сергей Шепелев, оформивший хэт-трик в финале Кубка Канады 81. Звено смотрелось. ЦСКА выиграл пять матчей из шести, в том числе у обладателя Кубка Стэнли Эдмонтона с грецки 6-3. К счастью, ближайший чемпионат мира принимала Москва. Если победим, будешь ездить. Обнадежил профессора ближайший сподвижник Тихонова Владимир Юрзинов. Тогда перед началом ЧМ-86 мне дословно сказали, твой загранпаспорт находится на пятачке ворот соперника. Это уже воспоминания самого Ларионова. Красная машина выиграла все матчи и вернула титул. Запрет с игрока был снят. Олимпиада в Калгаре стала венцом советского периода карьеры профессора. Ту сборную Тихонов назвал сильнейшей из всех, с которыми ему довелось работать. На радостях равнодушный к алкоголю Виктор Васильевич выкатил команде бутылку водки. «Я с ним пить не буду», шепнул Ларионов капитану сборной Фетисову согласно воспоминаниям очевидцев. Игоря потрясло, как в последнем, ничего не значащем для наших матчей с финнами тренер наградил пощечиной масочника Александра Могильного, хотя тот забил единственный гол. Много лет спустя сам Могильный не осудил Тихонова за мордобой на лавке. Молодому можно, особенно когда до него слова не доходят. По итогам Олимпийского сезона журналисты назвали Ларионова лучшим хоккеистом страны в первый и последний раз. В октябре 1988 в журнале «Огонек» вышло открытое письмо профессора Тихонову с заголовком «В долгу перед хоккеем». На волне перестройки и гласности, захлестнувших страну главреду Виталию, коротичу требовалось жареное скандальное. В письме Ларионов выкатил тренеру букет претензий, львиную долю из которых можно было списать на эпоху с ее прелестями. Правда, годы спустя широко обсуждалось, что заметку эту Ларионов не писал. За него это сделал знакомый ему журналист. Хоккеист просто подмахнул текст, не внеся ни одной правки. Потом стало понятно, какую цель преследовал автор письма. Он хотел ускорить отъезд многолетних лидеров в НХЛ. Фетисова обещали отпустить после Олимпийского сезона, но дело застопорилось. Что уж говорить об остальных игроках звена КЛМ. Я мог ответить Ларионову, но не стал. Мог, например, рассказать о многочисленных визитах ко мне девушек, ставших жертвами его неразделенной любви, объяснил свое молчание тренер. Я решил сосредоточиться на работе, потому что соперники нас почти догнали, и побеждать становилось все сложнее и сложнее. Сейчас бы такой обмен позициями назвали панчами. Осенью 1988-го профессор в Свердловске получил травму. Конек попал в щель на льду в результате перелом ноги. Ларионов лечился по своей методике с применением лекарственных трав и, по его словам, успевал восстановиться к декабрьскому призу известий. Однако Тихонов в сборную его не взял и не хотел везти за океан на серию с клубами НХЛ. Тихонова уговорили игроки взять ведущего центрального в турне. В стартовом матче с Квебеком, завершившимся в ничью 5-5, Ларионово огрел клюшкой по спине совсем молодой Джо Сакик. Только вернувшись в Москву, профессор узнал, что у него были сломаны ребра. Я с трудом поднимал баул, признался пострадавший. Доктор убеждал, что со мной все в порядке, но рентген не делали из экономии денег. Потом тренер заявил, вот я его взял и как слабо он сыграл. Панчи продолжались. Едва сойдя с трапа самолета, Фетисов, которого в очередной раз не отпустили в Нью-Джерси, сделал заявление через газету «Московский комсомолец». «Не хочу играть в команде Тихонова». Так завершилась карьера великого защитника в чемпионском ЦСКА. Ларионово доиграл до конца сезона. В прощальном матче в чемпионате Союза с киевским «Соколом», выигранном 9-2, профессор разразился хэт-триком и сделал результативную передачу, а его звено забросило шесть шайб. Вскоре Ларионово стал инициатором ультиматума, Тихонову, перед чемпионатом мира в Стокгольме, для которого возвели «Глоб-арену». Тренер не хотел брать растренированного Фетисова в сборную. Ларионово, Макарово, Крутово, Быково, Андрей Хомутов и Валерий Каменский проявили солидарность и заявили, что без своего капитана не поедут в Швецию. Тихонов отступил, взял Фетисова, которого потом назвали лучшим защитником турнира. Наша сборная прошла дистанцию без потерь очков и досрочно оформила чемпионство. Но звено КЛМ пребывало в тени и выстрелило в решающей встрече с канадцами, выигранной 5-3. На его счету три гола, два из которых забил профессор. Больше на чемпионатах мира он не выступал. Хотя у него впереди были 15 сезонов за океаном. Задрафтовавший в 1985 году Ларионово Ванкувер не числился в претендентах на Кубок Стэнли. В Кеннекс Ларионов и Крутов Лавров не сыскали. Особенно последний. В новогодней серии ЦСКА с Сергеем Федоровым в составе угостил профессора и русского танка, так называли Крутова, теннисной баранкой 6-0. Вскоре заокеанская карьера Крутова завершилась, а Ларионов дождался в Ванкувере Павло Буре, прибывшего летом 1991-го. В звене с русской ракетой он забил 21 гол и набрал 65 очков в регулярном чемпионате, добавив 10 баллов в плей-офф. Но до финала Кубка Стэнли Кеннекс добрались уже без профессора. Сезон 92-93 он провел в швейцарском Лугана, чтобы развязаться с Совинтерспортом, структурой, отправлявшей наших спортсменов за границу и удерживающей большую часть их зарплаты. Через год Ларионов вернулся в НХЛ. В Сан-Хосе он встретился со своим бывшим партнером по звену КЛМ Сергеем Макаровым. Со шведом Юханом Гарпенлевым у них сложилась отличная химия. В первом же своем плей-офф акулы сняли с пробега лидера западной конференции Детройт, обыграв фаворитов серии из семи матчей. Главный тренер Шаркс Кевин Константин так и не понял, во что играют эти русские. Зато понял коуч красных крыльев Скотти Боумен, от которого требовали трофей. И после унизительного поражения 0-4 от Нью-Джерси в финале убедил генерального менеджера клуба приобрести 34-летнего Ларионова. Так родилась русская пятерка Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Федоров. Профессор выходил в центре нападения, а универсал Козлов переместился на фланг, взяв на себя черновую работу и вбрасывание. На точке он был сильнее Ларионова. Говорили, что инициатором создания русской пятерки был не Боумен, а его ассистент Барри Смит, в нулевые три сезона возглавлявший СКА. После поражения победителя регулярного чемпионата Детройта в полуфинале плей-офф 1996-го от будущего обладателя Кубка Стэнли Колорадо многие усомнились в способности русских переламывать серии, но Боумен продолжал верить в Ларионова, называя его лучшим плеймейкером. «Я не знаю, как вы это делаете, но ничего менять не надо», говорил самый выигрывающий тренер НХЛ Ларионову и его партнерам. Через год Ред Уинкс с русской пятеркой добрались до заветного святого Грааля. Летом 1997 года профессор привез кубок Стэнли в Россию. В родном для него воскресенский не было отбоя от желающих сделать фото со святыней НХЛ и взять автограф у воспитанников химика Ларионова и Козлова. Через год Детройт повторил успех уже без Владимира Константинова, пострадавшего в жуткой автокатастрофе во время чемпионского парада в июне 1997-го. Сезон 96-97 открывался супер-турниром Кубком мира, ставшим преемником Кубка Канады. Константинов выбыл из-за разрыва Ахилла. В тех выставочных матчах, в которых не принимал участие Фетисов, Ларионов выходил с капитанской нашивкой. По ходу турнира возглавивший в последний момент сборную Борис Михайлов даже хотел отчислить Ларионова. «Впервые столкнулся с ситуацией, когда игроки выбирали тренера», вспоминал Михайлов. «После травмы Павла Буре команда разбилась на группировки. Я был на грани отчаяния, хотел убрать Ларионова, но не стал, поскольку не собирал состав и не готовил его к турниру». Сборная России споткнулась в полуфинале на будущих победителях – американцах, а Федерация хоккея России выписала Ларионову волчий билет. На первую Большую Олимпиаду в Нагана его не пригласили. Как и Фетисова, Козлова и Могильного, в финале наши уступили 0-1 чехам. Отгрузивший в полуфинале финнам пять шайб Буре Старший и Федоров промолчали. «Жаль, что в Нагана нас не было. Мы ведь знаем, как побеждать Чехов», сказал Ларионов, завоевавший в 98-м с Детройтом свой второй кубок Стэнли. А Юрзинов через много лет признался. «Напрасно я повелся на советы доброжелателей и не взял опытных ребят. Они бы нам сильно помогли в Нагана». Через четыре года на играх в Солт-Лейк-Сити Ларионов подтвердил свои слова про Чехов делом. Сборную возглавил Фетисов и не просто пригласил 41-летнего профессора, но и доверил ему капитанскую элитеру. Хотя в команде был герой «Нагана-98» «Русская ракета», который капитанил на Олимпиаде 98-го года. Именно Ларионов убедил главного тренера пригласить Павла Дацука, делавшего в НХЛ первые, но отнюдь не робкие шаги. Фетисов же первоначально собирался взять двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Брылина из Нью-Джерси на роль Чекера. Соглашаясь сыграть на широких европейских аэродромах, 41-летний Ларионов, безусловно, рисковал репутацией. Он выходил на лед в четвертом звене с Дацуком и Алексеем Ковалевым. Вряд ли этот турнир можно назвать удачным для профессора, но и бронза далеко не самый плохой результат. Тем более, что в четвертьфинале нашим удалось взять реванш у Чехов за «Нагана» с тем же счетом 1-0. Четыре года спустя Ларионов помог завоевать олимпийское золото шведам. Перед турниром в Турине он в одном из интервью посоветовал обратить внимание на своего бывшего одноклубника по Детройту, силового форварда, короля пятачка Томаса Хольмстрема. Главный тренер Трё Крунур Бенгт Оки Густавсон прислушался к мнению профессора и не прогадал. Бронзовую медаль Солт-Лейка профессор положил в кубок Стэнли, который Ред Уинкс завоевали в 2002 году в третий раз. В финале с Каролиной он забил гол «Красавец» в третьем овертайме третьего матча серии. В ворота латыша Артура Ирби, с которым пересекался в сборной СССР на чемпионате мира в Стокгольме последним в своей карьере. Впоследствии в честь этого гола винодел Ларионов назвал одной из своих вин третий овертайм. По окончании игровой карьеры Ларионов трудился агентом. Конечно, мелковато для такой крупнокалиберной фигуры. Его клиентами были форвард Наилии Купов, первый номер драфта 2012 года, закрепившийся в НХЛ. Вратарь Илья Самсонов, двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник Артем Сергеев. Но работа агента требует наглости и напора. Ларионову эти качества чужды. По жизни он воспитанный и мудрый человек. Как-то в Сетуни запустил шайбой в судью Виктора Губернаторова, в настоящее время президента хоккейного клуба «Рязань». Но сделал это профессор деликатно, послав снаряд низом, за что получил десятку штрафа. Да и дрался Ларионов лишь единожды за карьеру. В последнем матче регулярного сезона 96-97 он набросился на лидера Колорадо Петра Форсберга. Оба упали на лед, сплелись в одно целое, зато их команды поддержали порыв звезд и устроили побоющий стенка на стенку. «Ред Уинкс» одержали в драке моральную победу. Вскоре в финале западной конференции они взяли у «Эвеланж» реванш за поражение годичной давности. Ныне Ларионов среди выборщиков в зал хоккейной славы. Благодаря протекции профессоров «Святая святых» в 2018-м ввели легенду Александра Якушева. Ларионов в 50 лет не побоялся принять новый вызов и переквалифицировался в тренера, удивив даже своего друга Фетисова. В штабе молодежной сборной Игорь Николаевич не повышал голос, терпеливо разжевывал парням нюансы, а когда те не понимали, чего от них хочет тренер, показывал сам. Молодежка провалилась в полуфинале МЧМ с Канадой и в итоге стала четвертой. На наставника вылили уж от критики, но сами игроки до конца стояли за профессора. Капитан той сборной Василий Подколзин, подводя итоги турнира, заявил, что ему очень стыдно подвести тренера. На спринтерской дистанции проблематично привить команде комбинационный хоккей, в которой играл профессор в ЦСКА, сборной и Детройте. Он сделал это в Нижнем Новгороде, доказав скептикам, утверждавшим, что советский хоккей ушел в прошлое. Теперь на слуху у болельщиков имена Николая Коваленко, с отцом которого профессор успел пересечься в ЦСКА и на Кубке мира, Василия Атанасова, 17-летнего защитника Антона Силаева. В этом списке нашлось место и для Игоря Ларионова-младшего. Хотя перспективы сына профессора, многие оценивали скептически. Говорили, что папа тащит своего сыночка. В холодный осенний уикенд на заполненной под завязку ВТБ-арене в Петровском парке автозаводцы деклассировали московское Динамо 7-1. Атанасов сделал хэт-трик, Ларионов дубль, не ушел без гола юный Силаев. Теперь от торпеда ждут прорыва в Кубке Гагарина, а скептики и недоброжелатели затянули новую песню. С таким хоккеем кубки не выигрывают.